это просто был троллейбус избавлюсь от этого сняли мы этого виновника торжества короче вон полностью обрезала лицу я думаю видно чертенько вообще заварен конечно он рукожопно скажем так вот это все вот эти приколы потом отлетают и повреждение происходит тут это кстати интересно что это за ребенок давайте глянем так 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 21 02 чего так вот ладно а вот сейчас видно крутяк ну ничего страшного исправить это в принципе вот это как раз прогнозируема было то что рано или поздно редуктор ляжет на фоне всех остальных проблем так погнали разбираться что у нас есть что мы приобрели и что еще нам понадобится для замены и установки до редуктора в общем нашел закромах я редуктор двоечный продемонстрирую вас 2102 444 главная пара это мне когда-то в свое время задонатил еще наш крека подписчик женя если мне память не изменяет его зовут спасибо ему за это огромное в каком он состоянии я на самом деле не знаю но скажем так по самим зубьям главной пары о люфту и по всему остальному в принципе но я не думаю что будет хуже чем то что там было установлено в кляксе так что было приобретено ну прокладка редуктора это само собой разумеется садить ее буду на герметик и каждый болт я всегда на резьбовой фиксатор на фиксатор резьбы сажу по одной простой причине они просто откручиваются бывает ну то есть если сильную нагрузку даешь откручивается взял фирму золикс если честно вот такие клеящиеся вещи китайцы делают ну нормально взял сразу задние колодки поменяю чтобы за что новенькое было и все было скажем так чинчинарем взял дав минтели тоже когда-то всегда ставил такие колодки сейчас говорят что фирма испортилась в общем-то как и все остальные ну тем не менее поставим я думаю ходить будет тем более задние тормоза там чисто от гидроручника работают то есть отдельный контур поэтому явно лучше чем стертая хотя опять же я даже не знаю в каком состоянии там колодки на всякий случай взял чтобы закрыть уже этот вопрос далее 4 болта в сборе с гайками кардана тоже всегда ставлю новые они там стоят 5 гривен у скупиться на таких вещах как бы не вижу смысла новенькие заводские поставлю и все будет прекрасно так сальники полуосей тоже прикупил карте ковские сальники всегда беру карте к в общем то показывают себя неплохо такие вещи расходные материалы тоже разумеется надо всегда менять также взял еще эластичную муфту шеви него как и обещал она отличается тем что она ну как бы чуть-чуть жестче чуть-чуть выносливее потому что жигулевские разлетаются даже бывает на стандартных жигулях не говоря уже там какие-то нагрузки она идет такой квадратненькой формы в отличие от обычной классической круглой эту вещь снимаем же да все знают прекрасно в самом конце когда уже эластичка установлена чтобы она там не разлезлась и совпало по всем болтам и также взял еще крышку маслозаливной горловины потому что там такая шлямбурная стоит она подтекает блин постоянно так что у нас осталось еще купить масло трансмиссионное жел 5 там какой-то возьму в общем-то с головой хватит получше чем тат 17 хотя по сути можно было и тат 17 залить ничего страшного также возможно опять же это по мере уже разбора и дефектовки нужно будет поменять подшипники полуосей но это я же говорю посмотрим уже по ходу что касается редуктора то нужно будет до его еще хорошенько вымыть и заварить их заводской вы моим заварим и все должно быть четко ну я надеюсь что он хотя бы в более-менее нормальном состоянии это донат дарьяному как конюк зубы не смотрят тем не менее хотелось бы чтобы он хоть какое-то время пожил подшипник тоже надо менять будет неимоверно один вот этот левый уже съездил магаз купил новый и вот этот момент мне тоже не совсем понятен с полуосью чего она такая обрызанная к чему это ну это ее специально обтачивали вопрос только зачем не совсем пока понимаю на самом деле тут тоже разумеется надо будет все обязательно вымыть все вот эти вот остатки всю эту слизь потому что там тоже стружки немерено кстати вот как раз те окалины о которых я вам и говорю вон они четко в масле их кстати видно на самом деле и я удивлен что тут вообще было масло потому что утек конечно такое да печальненько я само собой разумеется ну то мелочи это логично шванов со стружкой будет я если честно думал что его там будет или не будет вообще чего он по сути и заклинил или будет очень мало его даже слилось ну так как и положено новая эластичка тоже уже на месте все четенько будет свою функцию выполнять на все сто процентов теперь в общем то стало понятно зачем полуоси такие обрызанные обточенные вон те пластины видите торчат видимо полуоси них упиралась и все это когда заваривали этот шлямбур это же есть конечно вот этот момент тоже был замечен надо сейчас будет подвязать эти топливные все трубки они тут вот были где-то прикручены короче самореза тут больше не присутствует сейчас подвяжу потому что будет невесело если этим рабочим сцепления вилкой что-то тут повредиться закончили мы работы по пересадке редуктора масло в общем залила такое кронойл если кто помнит я в двигатель такое масло льютай в повседневные свои машины поэтому думаю получше будет чем тот 17 хотя в принципе все равно сальники полуоси потекут после первой же езды ну что давайте проведем тест-драйв у нас там получилось есть небольшой да но не такой как был однозначно пойдет нормально хватит его уволить я думаю на недельку хватит 08 да надув 08 ну пойдет я думаю этого с головой может там до килограммчика максимум можно поднять это машина не для гонок по прямой поэтому хотя я думаю что она может и по прямой составить компенсию можно до какой-то промежуточный скажем так итог подвести по замене редуктора в общем-то разумеется в общей картине я доволен понятное дело потому что в любом случае это лучше чем было да не идеально конечно но о какой идеальности в корче может вообще идти речь тем более повторюсь еще раз это даренный редуктор ну то есть одаренному конюк зубы не смотрят как говорится поэтому я в любом случае доволен сколько он проживет насколько долго но это разумеется открытый вопрос время покажет нет смысла загадывать и так далее поэтому посмотрим общим результатом я в любом случае доволен я думаю стоит в более боевых таких режимах этот редуктор возможно конечно сегодня сразу ляжет но прежде чем это делать с багажника сначала выложить тот старый на самом деле больше всего мне сейчас будет жаль наверное новую зимнюю резину по асфальту конечно на ней валить а мало того что редуктор просто надо выложить провода остатки насос сейчас металлолом потом это видит или можно дома вообще коллекционировать весь в план который я в этой машине уже поменял мне кажется для этого в парке даже и гаражей придется еще один склад сейчас найду на этой резине с зацепом будет повеселее и ручничок уже работает будет пусть остынет немножко температура я забыл принудительно включить будет заранее но зацепом поярче нормально хорошо мне нравится визита уже нет я не знаю визита вот визита вот визита сейчас я наверно по краям вот я сейчас я наверно по краю визита успоко сприво заед что Остывает, остывает в этих комнатах. И тоже надо однозначно без ремней. Просто все сразу за секунду не сделаешь. Банни нужны сто процентов. Потому что просто с сиденья вылетает. А вентилятор крутится. Ну вроде что видит. Ну что родычи, какую-то обкатку редуктору мы конечно же сделали. На самом деле просто жаль уже резина. Давайте ее хоть чуть-чуть оставим. Мало ли все таки снег выпадет еще раз. Мне конечно же повезло, когда был снег. У нас не получилось. Будем надеяться, что снег еще выпадет. И чтоб хоть какая-то резина, хоть она и новая. Но уже печальненькая. Хоть какая-то осталась. А у нас я так посмотрел по прогнозу. Всю неделю будет хорошая погода плюсовая. Плюс семь, плюс восемь. Февраль все таки. Я накину какую-то другую резину. Ту, которой не очень жалко. В принципе оно по сухому асфальту. И на более-менее резине тоже поедет. Накинем ее и покатаемся еще. Возможно на какой-то из недель, из воскресенья у нас тоже собираются ребята, которые катаются. Если они дриптуют. Может в эту движуху тоже встрянем. И покатаемся вместе со остальными. И покажу вам какие-то машины. Ну а что на сегодня? На сегодня я думаю все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все как всегда. До новых встреч. Пока.